Три дракона Тролливарлорд и Орд Шейкер Забавно Друзья, но в любом случае Спартак и Спортс сейчас будут Пикать себе последнего персонажа И понадобится им герой на легкую линию Опять же, решили забанить Интимага и Левенсоро Гейминг, посмотрим Кого же возьмет Спартак и Спортс В принципе, может быть какой-нибудь Каус Найт, например, в данном случае В принципе, нужно, опять же, чем-то ломать ТВРА ТВРА ломать пока что нечем Опять же, Квин оф Пейн, Икс Ассасин, думаю, Личнее особо-таки наносят много физического Дэмэджа с руки, так что Нужно что-то будет придумывать в этой ситуации Возможно, даже взять какую-нибудь Дроу Рейнджер, чтобы усилить Квин оф Пейн Для того, чтобы, опять же, Лич Сея чувствовала достаточно неплохо, но с другой стороны Проблема в том, что Бэтрайдер все-таки будет пытаться Ее каким-нибудь образом вытащить, но Смотрится она здесь неплохо Смотрится неплохо просто хотя бы потому, что Сократить с ней дистанцию Если будет хорошая позиционка, будет здесь проблематично Как-никак, тот же самый Элемент, пик Элемент Про Гейминг Ну, тут не имеется прямо персонажей, у которых Есть эскейпы В самом начале, а Блинк Даггер Может купить любой Ну и Спартак и Спортс могут действительно попытаться Быстро закончить эту игру, опять же, Дум Это все-таки персонаж, который достаточно силен В начале, ну и Сларк Появляется для Спартак и Спортс, на самом-то деле Очень давно не видел этого героя на просцене Но Арк все же будет на нем исполнять Да, не будут они здесь заканчивать Быстро, а все же будут стараться Наверное, даже и в некоторых случаях затягивать Игру в лейт, как-никак, все-таки Сларк Это персонаж, который неплохо смотрится В поздней стадии игры Ну и на данный момент мы все же посмотрим Каким образом Арк на нем будет исполнять Вы рассаживаются уже игроки по своим персонажам Квин оф Пейн исполнит ПЗЗ Йокус играет на Никс Ассасине Чуваш на Думбрингере Миша садится на Лича Элеменс Про Гейминг Соответственно, вот так вот выглядит их Пик Троль Варлорд Это Фея Баранья будет играть на Вайпере Лизард будет стоять на Джекеросе Ну и Мич будет в сложной линии Пытаться хоть какое-то золото оттуда выносить На Бэтрайдере Ну и, конечно же, Йол Все-таки постарается исполнить на Earthshaker в этой игре Что ж, ну пока что мы уже переходим сразу же к игре И начинаем смотреть заставку из Текена Вот прям, прям один в один Вон там драконы летают Все дела Ну да, друзья, вторая карта Бест оф Три Противостояния Спартак и Спортс против команды Элеменс Про Гейминг Начинается прямо сейчас Ну и борются, конечно же, команды за первое место на данном турнире Напомню, что за первое место Все же дают очень такой неплохой призовой фонд Сейчас скажу, в принципе, сколько должны дать Ну как-никак, это турнир Dota 2 Champions League Так что стать здесь чемпионом тоже В некотором смысле Очень такая неплохая прерогатива Ну и призовой фонд данного турнира 5000 долларов Так что, опять же, весьма немалую сумму получит здесь коллектив Победивший в этом Бест оф Три Противостоянии Итак, расходятся пока что и игроки по своим линиям Ставят некоторые варды Ну и вот раз, соответственно, обзорер имеется для команды Элеменс Про Гейминг Два обзорер для Элеменс Про Гейминг Ну а Спартак и Спортс зашли и поставили вот сюда вот свой вардюшонок Блощит он спот нейтральных крипов И, опять же, Сентри Вард не может его найти Неплохо, неплохо здесь расставили действительно Спартак и Спортс Ну, должны понимать, конечно же, уже Игроки Элеменс Про Гейминг, что вот здесь вот стоит Обзорвер Ну и расходятся пока что по своим линиям Опять же, никто руну здесь красненького не собирается Миша очередной смоук проюзал И будет идти ставить очередной обзорвер Ну и, да, подождет немного все-таки Чтобы все уже успели сразойтись после руны Ну и вард он поставит наверняка для того, чтобы курьера каким-то образом подрезать Или вообще что, что это такое Действительно, прямо сейчас возьмет и сюда и такнет вард Вроде как нет Да, просто в смоуке подождет курьера На всякий случай Если к вайперу сразу же полетит фласочка В принципе, будет неплохо Да, ну делает паут Уже отсюда Странно, опять же, немного подблочил крипов Для команды Элеменс Про Гейминг Пока что я не очень понял этого мува Потратил смоук, не поставил вард И вернулся на телепорте Обратно Ну, возможно, хочется опять развести своих оппонентов на центре Или же все-таки это контроль линии вот такой вот завуалированный Да, посмотрите-ка Застакались Крипы, в принципе, сейчас на одного милишника больше у ЕПГ И теперь линия пушится в сторону команды Спартака Спортс Что ж, ну посмотрим Посмотрим, что из этого выйдет Пока что неплохой такой мув от Лича действительно получился Не хочет он, чтобы очень сильно прям линия пушилась в сторону команды Спартака Спортс И не хочет, чтобы все-таки она оставалась где-нибудь здесь Ну и все-таки пока что по Экспериенсу получает преимущество БЗЗ Получится третий уровень у него чуть пораньше, я так понимаю Нет, нет, Вайпер все-таки добивает крипов абсолютно спокойно Но здесь Денайт пытается БЗЗ, но не получается пока что еще Ну и давайте посмотрим, что внизу происходит Здесь Митч стоит против Арка Соответственно Сларк против Батрайдера Ну и пока что Батрайдер на самом-то деле очень неплохо его накаляет На миддл линии Ферст Блад от команды Элемент Про Гейминг Все-таки Баранья смог забрать Мишу Какие-то странные мувы, честно говоря, до сих пор пока что еще не понял Но, наверное, надо будет из натыков потом спросить, что это происходило Посмотреть на реплей Потому что я не очень понял действительно, зачем я туда летел И что он в итоге сделал Возможно, это прям какой-то супер-мега-классный микромомент Но я, к сожалению, пока что его еще не осознал Да, ну и приносит себе вайпер в итоге фласочку Опять же, имеется у него теперь Лингов Аквилла Будет чувствовать себя весьма неплохо на миддл линии Опять же, есть у него одно убийство Дополнительное золото за Ферст Блад Так что пока что все на миддл в пользу команды Элемент Про Гейминг Но они имеют еще третьего уровня вайпер Как мы видим, пока что крипы прямо-таки под тавром у Спартак и Спортс Умирают И БЗЗ пытается их добивать Ну и Миша не будет уходить БЗЗ здесь опять же тем временем Тролль Варлорд на верхней линии все-таки отправился в таверну Ну, Чуваш вместе с Йоку здесь постарались Ну и Лизард вместе с Йолом Пока что опять же Здесь Не смогли засавить своего тиммейта Так, ну в вайперном иду проблемы Как мы видим, все-таки проседат он очень сильно Даггер от БЗЗ работает неплохо Ну и Миша там еще опять же может накинуть свой Фрост Бласт И очень неплохо так просадит баранью Да, именно так и делается Очередной Даггер Ну и Фиссура есть по Квинов Пейн Но с другой стороны имеется Блинк Но вот Миша А у Миши проблемы Миша будет умирать второй раз на Медл Лейне И Действительно так и происходит БЗЗ не убивает баранью И в итоге приходится делать отсюда Блинкаут Странно действительно это смотрится Очередной раз Что-то Миша прямо подфидонивает на Меду Такое ощущение, что расслабился Или просто-напросто на что-то отвлекся И Не видят перемещения Шейкера На БЗЗ очередная попытка выхода Ну есть Блинк Откидывается Даггером БЗЗ Ну и просто-напросто будет продолжать стоять на этой линии Ну и лишь очередной раз идет на Мид Все-таки будет стараться здесь Снова помогать Даст сейчас Фласку БЗЗ Ну и Все-таки Квапе бы как-то отхилится Да, работает Кнарити Работает Хилинг Селф И в итоге Действительно Квапа сейчас будет уже фуловый В ближайшее время Ну и что ж 1-2 Счет пока что на этой карте Никто не умирал Кроме как на Мидл и на верхней линии Ну и Будем смотреть что же дальше будет происходить Тут погоня пока что От Думбригера вместе с Йоку За Лизардом Есть МПЛ МПЛом попадают Но Джакира уже по таврам И в принципе идти туда далеко Не очень-то уж и хочется Да, конечно Очень толстый персонаж У команды Спартака Спортс Получается на этой линии Икс Ассасин Который регенится Просто как сумасшедший Ну и Думбригер Который тоже в принципе Под своей землей Очень немало регенерации Имеет здоровья Ну и внизу тем временем Все-таки Йоу в инвизе И будут пытаться здесь Наверняка все-таки Арка каким-то образом убивать Есть у него Паунс Но Получится лишь тот сделать Пытаются выходить все-таки На Бэтрайдера Бэтрайдера будут пытаться убивать Стики работают на арке Арк должен просто сейчас Отсюда прыгать Но не получается этого сделать Опять же Мичи не получилось даже забрать В итоге все-таки команда Спартак пока что проигрывает Эрлигейм проигрывает Стадию Ленинга На миду умерла Розалич Опять же внизу умирает Корп-персонаж Все это прям как-то слишком Слабо смотрится С их стороны Но Фей на верхней линии Опять же сейчас может Немного встрять Чуваш правда уже здесь Под Тирадентавром гуляет И Йоку тоже Не особо таки хочет умирать Поэтому отсюда приходится уходить Ну Фея просаживают Но Фея все равно будет Сейчас отхиливаться Спокойно С своих тангусов Может отойти Пофармить лес Ну и После чего Спокойно вернется на линию И продолжит там фармить В принципе у Старка Пока что 30 крипов имеется Обгоняет он своего Визави на Несколько Крипасов Около 5 Ну и С Денайл конечно Он еще намного больше Арк пока что Очень хорошо стоит Свою легкую линию Ну и Как мы видим Все таки недаром Его брали в команду Минески Недаром Все таки он играл С Все регионе Не просто так Конечно же К нему присматривались Так ну и Это проблемы Команда Спартак В прошлый раз Когда Эльвис Фрогейминг Поставили паузу Во время файта В принципе Спартак ее почему-то Отжали Я вот не очень понял Этот момент Ну возможно я ошибаюсь Возможно я чего-то Не увидел уже Как-никак Не так уж и поздно Казалось бы Но Для некоторых людей Немного По другому Время идет Ну и Преподключается к игре Арк В принципе Можно продолжать Ну и что ж Пауза будет ли отжиматься Продолжается Продолжается Конечно же игра Ну и Сларк Пока что неплохо смотрится Против Бэтрайдера Сбрасывается все таки Своим Даркпак там Вести кинопалм Но Сейчас вот будет пытаться Выходить на меч Очередной раз Есть паунс Есть еще и Лич все таки сюда И меча получается Сбирать правда Сларк приходится Уязать ультимативную Будет пытаться уходить Отсюда и отхиливаться Ну Шейкер здесь уже Не сможет ничего сделать Все таки Он уже фиссуру свою потратил Опять же За Сларком догнаться И составляет возможности Ну Сларк просто отойдет Сейчас перегенится С помощью своей Ультимативной способности И будет у него все хорошо Ну и делается Килл очередной От команды Спартак и Спортс На милл линии Пауза Ставится Элемент Про Гейминг Ну и Придется Придется опять же Здесь немного нам Всем подождать Так Вапа очень просевшая Но в любом случае Получается здесь Сделать убийство Работает Соник Вейв хорошо Как мы видим Первая же реализация Соник Вейва Как только он появился Сразу же его прокастовали Ну и Получается сделать Килл на милл линии Ну и Спартак и Спортс Пока что ведут Опять же По фарму Сларк Должен сейчас Опять же Немало и Недворс иметь Мы как раз можем Сейчас переключиться На Недворс Посмотреть Что же здесь происходит 2500 имеется у Сларка 2400 У Никса Ассасина Никса то кстати говоря Очень так немало Крепочков то здесь В итоге получается Зала схитил Сделал убийство И в итоге у Никса то Все таки очень даже Неплохо Но вот Баранья и Фей Все же по золоту Пока что проседают Относительно своих Оппонентов Ну и БЗЗ На самом то деле Сейчас тоже Еще все хуже У него чуму вайпера Как умирал Он один раз До этого Наверил линии Сейчас ему придется Опять же Бежать Отхиливаться на шрайне Ну посмотрим Посмотрим опять же Что из этого выйдет В любом случае Все таки вайпер Поначалу будет Плотнее чем БЗЗ И немного посильнее Так Загрелись скрипы Загрелись непонятно на что Загрелись видимо Все таки на Землю от Дума Ну и чуть не убили БЗЗ На самом то деле Если бы там была тычка У БЗЗ первая То может быть Получился бы у нас тут Такой достаточно веселый Хайлайтик Ну и 3-3 Пока что счет Откуда у них На самом то деле Столько денег Вот это вопрос Внизу тем временем Все таки Тарк Пакт Есть Астларка Ну и сплошные паузы Господи Что ж такое происходит На этой игре Ну и Поехали Поехали Видимо все таки Какие то проблемы То ли с соединением То ли еще с чем то имеется У одной из команд Насколько я знаю Обе коллективы играют С буткемпа Это не совсем точная информация Но наверняка это именно так Так ну и Мич Пытается фармить Вражеские стаки Соответственно все таки Добьет Добьет здесь Крипов Сларк Да Очень немало золота С этого получает Ну и в итоге Сужу увеличивает свое преимущество По золоту На своими оппонентами Так Джакира Еще одна проблема В принципе делается Здесь даблкил От Чуваша Убил он и тролль варлорда И Джакироса В итоге опять же Пока что Все же Спартак и Спорт В стадию ленинга Пытаются Взять в свои руки И у них это получается 2000 преимуществ Имеется на данный момент По золоту 5-3 счет В пользу команды Спартак и Спорт Девятая минута игры Ну и На миду только Лишь пока что Все очень неприятно Имеется у вапера Седьмой уровень Квин оф пейн Здесь немного от него Отстает Пока что имеется шестой Ну и Приходится Опять же Здесь страдать Просто хотя бы по фарму Но 250 голды В принципе здесь Особо таки Роллис не сыграют Именно 250 голды БЗЗ отстает Тут бараньи На миддлэне Главное регенерация Для БЗЗ Сейчас будет полностью Восстанавливать Свою ману И хитпоинт И в итоге Опять же Уже готов Спокойно кастовать Сунив к вейв Будет через 5 секунд Так что можно будет Попытаться снова Выйти на Вайпера Здесь Есть уже Смоук Разбитый Чуваш Вместе с Мишей Ну и подходят Подходят Миша Чуваш Будут заходить Со спины Пытаться все таки Вайпера убивать Курьер летит Курьер сейчас их палит Но в итоге все равно Будут пытаться его убивать Дум работает на баранью Ну и баранья Конечно же отправляются В таверну Мич туда еще пришел Мич наверняка Тоже сейчас здесь умрет Работает Хадокин Ну и все таки Пока что Мич живет Ну а Миша Отправляется в таверну Все таки Умирает он от тавера Ну и 6-4 становится Счет на этой карте Все равно преимущество В 3 тысячи уже За командой Спартак и Спортс Да Разменялись В свою пользу Действительно Здесь пока что Получился вайпер на Лича И Конечно же Все таки забрать Вайпера вражеского Намного важнее Чем того же самого Лича В конце концов Отдать Лича Саппорт 5 позиции Саппорт 4-5 Даже позиции получается Ну да Пятерка Все таки Никс Ассасин Йоку Здесь получается Эдаким Саппортом 4 позиции Хотя больше даже похоже На то что Дума какой-то Такой вот Полу-саппорт Сложно Сложно здесь сейчас Назвать вот эти вот Роли у команды Спартак и Спортс Потому что Дум Действительно сейчас Очень многое делает По карте Он пытается Все таки Каким-то образом Гангать Пытается переходить С линии на линию Ну и в итоге Опять же По фарму тоже Сильно не приседает За счет своего Девавора Ну Девавор Веденечку имеется В принципе абсолютно нормально Ну второй Айс Армор Себе забирает Причем плюс 8 брони Это на самом-то деле Весьма-весьма Неплохо смотрится На начальных минутах Это уж точно И сейчас вот Квапу под Айс Армором От Лича И под дополнительным Айс Армором Пробить просто будет Очень и очень сложно Там получается 5 брони Плюс сейчас еще 8 Будет 13 Ну и Айс Армор От Лича еще дает Сейчас сколько Все таки вкачано На единичку И в итоге Плюс 3 армора 16 армора На 10 На 11 Минуте Для Queen of Pain Но это действительно Будет очень круто А Не сосась нам Все таки забирают На Примерно Под Шрайном У команды Элемент Про Гейминг Каким образом Его здесь нашли А у него Есть Вендетта Но он ее почему-то Не стал кастовать Были Карапасы Были Аркейн Буцы Ну и в принципе Пока что больше ничего Сделать даже не пришлось Берсекерс Рейдж Три раза сработал Тролль Варлорда Соответственно Три Башика Я так понимаю Показывает опять же Баши Я так понимаю Неплохо Неплохо Или просто-напросто Прожал он Три раза Поменял Ну было бы неплохо Если бы показывал Именно Баши Сколько там прилетело Потому что это действительно Интересная статистика И если Это так То Ну это реально круто Надо будет потом проверить Как-то протестировать В лобе например Так Мич Проблемы Мич Отправляется в таверну Да На Мича здесь конечно же Паунс попадает Арк Приходит конечно же И Йоку Йоку просто-напросто Здесь со своего Импейла Наносит очень немало дэмэджа Ну и опять же фиксирует Для того чтобы Сларк Мог спокойно Здесь влить дэмэдж Ну и В итоге это смотрится Очень неплохо Опять же 3000 имеется У команды Спартака Спортс Очень скоро уже Они придут наверняка В 4000 если никто не умрет А все же фармят Пока что они побыстрее 5300 имеется у Сларка И Сларк Планирует себе сделать На данный момент Айрон Талон После чего будет делать себя Соответственно Лотар Да ну и после Шедоу Блейда Можно будет сделать себе Уже и Сильвер Эйдж Как раз таки Выключать пассиву Для Троль Варлорда Выключать пассиву У Вайпера Все это Многого стоит И действительно смотрится неплохо В данном пике Так ну и Лизард Все таки немного Скажем так В своем лесу Загулял БЗЗ сюда пришел Вместе с Йоку Ну и возможно Сейчас все таки Попытаются убить Но нет Здесь есть Все таки Сентри Вард И не поставляется Никто А вот Йоку Может поставиться Прямо сейчас Йоку все таки Пытается по Сентри Варда Выйти Будут ли просветки Просветок нету Но есть еще один Сентри Ой-ой-ой-ой Не убивает Не убивает Сейчас Шейкер Но задувает Уже Просто-напросто Здесь по Йоку И все же Отправляется в таверну Да Тринадцатая минута игры Четырнадцатая минута игры И действительно пока что Хоть преимущество и имеется Совсем небольшое За командой И Спартак Спортс Оно особо таки И не чувствуется Да друзья Если вдруг что-то Не так на трансляции Вы пожалуйста мне в чатах пишите Потому что я надеюсь Что все-таки Все нормально Ну и Смотрим далее Так Арк Очередное убийство Получилось Здесь забрать Тролль Варлорда Получается Ой-ой-ой-ой Ну это прям неплохо Вот это очень хороший Фраг уже для арка Действительно тролль Я так понимаю пришел Хотел здесь пофармить Ну и Просто-напросто С Ларки ему рассказал Здесь кто Будет сильнее Ну и оказывается Все же Сларк Немного Более приспособлен К подобной драке Ну и Арк конечно же Делает убийство Так Ветрайдер на верхней линии Все-таки тоже умирает В итоге 9-7 Счет Ну и Баранья смещается наверх Будут пытаться Ловить здесь еще и Йоку Никс Ассасин Откидывается Мпл Внизу тем временем Убили еще и Шейкера Тут просто-напросто Арку фидонят Как только могут Дабл дэмэдж Имеется у арка И в итоге Сейчас он сможет еще Неплохо тавр поддамажить Тавр просто-напросто Сломает Ну и с арка Очень неплохо смотрится В этой игре Действительно Я не понимаю Особо-таки Почему его Последнее время Перестали брать Ну просто-напросто Не поднимали его За последние патчи Опять же Его сильные Не опускали Тоже Но Все равно Некоторые персонажи Стали более актуальны В текущей мете На очередной раз Арк выходит Уже на верхней линии Будет выходить на вайпера Вайпера будут пытаться Убивать Магический дэмэдж работает Йоку Есть импейл Может прямо сейчас Его дать На вайпера Но слишком поздно Слишком поздно И в итоге все же Будет наверное Баранья здесь уходить Хотя идет все-таки Дум И Дум сможет Слить сбит телепорт Работает башка Но в итоге все-таки Это минус По вайперу От арка Ну и у арка Прямо сейчас Все очень хорошо Он сделал 5 киллов За последние несколько минут Ну действительно Смотрится Очень и очень Неплохо Так Митч А здесь могут быть проблемы Митч Все же Остался в живых Извиняюсь Конечно Митч умер Да Ну и Сларк Продолжает просто карать Ой-ой-ой У него Слишком много дэмэджа Получается Я не понимаю Действительно Откуда вот столько Но все равно Он очень больно Прямо сейчас делает Вражеским саппортом Очень больно Делает тому же Самому тролл Вардлорду Такое ощущение Что просто ЕПГ Разучились играть Против Сларка Давным-давно Его все равно Не пикали Ну и Самую малость Подотвыкли От подобного персонажа Шестнадцатая минута игры Семь тысяч преимущества За командой Спартак и Спорс И баранья Конечно Старается отпушивать здесь Свою линию Но Давайте дальше смотреть С Арком Такое ощущение Что он скоро еще Несколько киллов сделает Ну Шэдоу Блейда Сразу же Просто начинает Очень активно Позиционировать себя В этой игре Ну и Это смотрится Действительно Очень хорошо для Арка Так Выходит Опять же Арк сейчас Наверняка Все-таки на мидл лейн Будет пытаться Убивать кого-нибудь Так Вот сейчас Может развилить Смог Нет Нет Смог не развилил Здесь Митч Сейчас Все еще без Блингдагера Так что Особо-таки Бояться его не стоит Но Вижна на Смог Тоже не было Все Поняли Спартак и Спорт Прекрасно Что здесь происходит Здесь был Смог И они опять же Будут пытаться Опять же В этом Смоге что-то Кого-то найти Кого-то может быть Даже убить БЗЗ Подходит БЗЗ в инвизия Смог развилился На Бутрайдере На последнем персонажа Ну и ставится сентри Арка видят Пока что еще БЗЗ не видели Ну и Может быть Это сейчас действительно Сыграет здесь Роль В предстоящем файте Соответственно Спартак И Спортс Теперь Дентавр Пока что Страдает На нижней линии Ну и Мич Получает Дополнительное золото Конечно же Блинкдаггер Потихонечку Приближается Но с другой стороны Все же Блинкдаггер Уже будет Достаточно поздний У Бутрайдера Как-никак Нормальный Ну по таймингу В принципе Блинк Это наверное Минута так Восемнадцатая Но здесь Все-таки Умирал Мич Целых четыре раза Еще и с Ларков Видел Ну в принципе Прям совсем 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 Все плохо Получается На нижней линии У команды ЕПГ Ну и Тир-2-Тавр Пытаются уже Сломать Работает Баттл-Транс Но есть Конечно же Глиф На Тир-2-Тавр Ну и Тир-2-Тавр Все же будут пытаться Здесь жечь Не факт что Дожгут до конца Но Все же Довольно-таки Больно Да здесь просто По крипам Сейчас полетает Чайник Чайник постарается Отключить Бэкдор Но Не получается Этого сделать И Миша в итоге Без маны Просто вынужден Отсюда уходить Ничего сделать Не сможет Но команда Спартак Просто разменяется На Тир-2-Тавр На Медл-Линии Арк уже сюда приходит С Сильверейджем Нет С Эхо-Сейбером С Своим Конечно же Шадоу-Блейдом Ну и Арк Так Собирается выйти Выйдет Либо на меча Либо все-таки На 401 То бишь Йола Йола получается Забрать Мич Здесь также Наверняка Долго жить не будет Ну и БЗЗ Просто-набросто Врывается Добивая своего Бывшего тиммейта Если я не ошибаюсь А играли они вместе Под эгидой Пауэррэнджерс И все То ли Пауэрэнджерс То ли Хеллрэйзерс Честно говоря У меня так немного Перемешалось сейчас В голове Ну по-моему Все правильно Говорю С ФНГ Они бахали Ну и что ж Думбрингер Вкачивает себе талант Плюс 80 золота От Диваура В принципе Хороший выбор По-моему Все-таки будет здесь Немного Все-таки увеличивать То количество денег Которое собирает Во время пассивного фарма Ну и 20-ая минута игры 15-7 счет И 10 тысяч преимуществ Уже за командой Спартака Спортс Все смотрится так Как будто бы Вот прям на этой карте Все и закончится В этом гранд-финале Но Все же Хочется надеяться На команду Элемент Про Гейминг Хочется надеяться Что Они все же Смогут сейчас Показать достойный отпор Своему оппоненту Потому что Предыдущая карта Была выиграна Спартаком В принципе Без особого ответа От ЕПГ Ну и вот в этой карте В принципе тоже Все пока что Очень односторонне Идет Убивают Здесь Йола Ну и Арк просто уже имеет Счет 7-1-2 Это тот самый Такой знаете Сларк из пабов Который Просто Который Который продолжает Всех бить Там я не знаю Просто Без передышки И Получается Его расфиживать Там прям Ну очень круто Нижняя башня Безезе Есть у него Вэлл оф дискорд Есть 3000 золота сверху И вот сейчас Заряжает себе бутылку Да еще и Рунухасты Не подбирает Возможно Попытается выйти Сейчас на фея Ну слава богу Опять же Безезе все еще Не прожал Свою Руну Будет ждать Своих тиммейтов Возможно Сейчас все таки Проюзает шрайн Ну юзает соло Потому что некому Здесь еще хилиться Ну и давайте Просто пройдем Сейчас по быстрому По артефактам Соответственно Миша Сделал себе Хедресочку Есть у него Также еще Гловс оф хейст Мэджик вонт Соответственно Безезе Пауэртреттс Вэлл оф дискорд Ультимейт орб И боттл Йоку Имеет на данный момент Раканы Хэн оф майдас И пурменшилд Ну и В принципе Набирает себе потихонечку Немного золота Все таки Блинк у него появится Уже достаточно скоро Чуваш Есть солар крест Есть урна Есть конечно же Уже такой намек Небольшой на Миказом в этой игре Ну или же не на Миказом Либо же все таки На какой нибудь Кримсон гуард Ну и Элемент про гейминг Есть блинк Все таки уже У Бэтрайдера Забирают Рошана Здесь все таки Спартак и Спортс Ну и В итоге Аигис Для кого? Аигис Подбирает Арк Так Файт Йоку Будут пытаться убивать Йоку не может ничего сделать Баранья Уже все таки должен Сейчас прямо Умирать от сларка В арк не получается ничего Абсолютно вкинуть Просто-напросто Потому что он Весь файт пробегал В своем Дарк Пакте Ну и Шадоу Дэнси Соответственно Богоподобие для арка И продолжают Продолжают все таки здесь Доминировать Ну и Арк Уже имеется Дабл Дэмэдж Есть конечно Сильвер Эйдж И сейчас Можно будет вырубить Пассивку Фэйю Ну вот Снова пауза Какая-то Очень сомнительная На самом деле Ну ладно Вылетает Троль Варлорд На самом деле Сейчас ему возможно Даже будет сложно Сориентироваться В этот момент Потому что Сварк тут уже начинает На него замахиваться Ну и ничего Здесь конечно уже Тролля не должно спасти И 11 тысяч Нетворса Преимущество до сих пор За командой Спартак и Спортс Эльмс Про Гейминг На данный момент Имеют Вообще не имеют На самом деле Никакого преимущества Да действительно Все таки отстают На те же самые 11 тысяч Я думал что Может быть по экспериенсу Хотя бы у него Что-то будет получше Но с другой стороны Это все мало Вероятно Мы продолжаем Смотреть все таки Надеюсь что сейчас ЕПГ пофиксит Свои проблемы И игра продолжится Ну или же просто-напросто Будет прописано ГГ В ближайшее время Это мы тоже Скоро узнаем Так ну и Сларк уже решил Перезайти И Сларк И Троль Варлорд Соответственно сейчас Будет в равной Скажем так Позиции Оба Немного от игры Отойдут Оба вернутся Ну и Вот она парочка Виновники Торжества Ну что ж Надеюсь что все таки Пауза будет недолго Держаться Я все таки вам включу Этембриф Чтобы вы посмотрели На всякий случай Что имеется У других персонажей Закончили мы На Троль Варлорге Имеется Масков Мэтнес У него Имеется Яша Опять же планирует Сделать я так понимаю Манта Стайл В этом эпизоде Нет Сделает Блэк Кинг Барс Сначала Потом уже Будет праповать Яшу Либо в Сашу Яшу Либо в Манта Стайл Баранья Есть Драгон Драгон Лэнс Есть Ринга Факвилла И пока что Больше ничего Особо таки не имеется Ну и Йол Блинк Даггер Аркейн Буци И Смок оф Десэнт Тоже сейчас есть Так что можно будет Попытаться Действительно в ближайшее время В каком нибудь смоке Выйти на того же Сларка Или на кого-либо другого Посмотрим Ну и Лизард Тоже пока что Купил себе Баклер Будет делать себе Миказ Я так понимаю Странная на самом деле Ситуация Вот сейчас почему-то Просто оба Персонажи Ну то есть получается Оба саппорта Четвертой позиции Покупают по Баклеру И в чем их преимущество Мне как-то не очень понятно Ну атрибуты Конечно дополнительные Это приятно Плюс броня Подольше жить Ну что будут делать Себаклера Давайте сейчас подумаем Ну либо Кримсон Либо Меку Все правильно Ничего пока что Нового не добавляли Да Видимо придется нам Подождать еще немного Ну Могу Могу другую статистику Еще какую-нибудь Показать В принципе Вот они графики Все очень ровно В пользу команды Спартак Ну можно подумать По перспективам Того что сейчас Будет происходить На этой карте Арк уже там Замахивается В принципе Со своего Сильверейджа По Тролю варлорду У него не будет Работать Пассивка Ему просто Не будет смысла Пытаться сейчас Убивать Каким образом Сларка Ну и Скоро вернусь Чуваш На самом деле Непонятно Каким образом Происходит Вот такая вот Ситуация Что Просто-напросто Сами себе С колеса чата В команде Прописывают Некоторые вот такие вот Сообщения Почему так Почему бы просто В тимспике не сказать Можно просуждать По этому поводу ГГВП Мисклик Не было бы весело Если бы сейчас Действительно Админы Зартачились И сказали Ну блин Ребята Вы написали ГГВП Значит уже ГГВП Такое бывало Кстати говоря Насколько я помню Там несколько лет назад Не помню уже На каком турнире Но На одном из подобных В принципе Тер-два туриков Подобная Ситуация случалась Шесть минут Осталось Паузы У команды Элементспрок гейминг Ну и если они Не вернутся К этому моменту То будет защита Антихлуз Данному коллективу Антихлуз В гранд финале Действительно Все-таки Получить очень не хочется Продолжение следует... Продолжение следует... Что ж друзья Думаю даже возможно Есть смысл нам сейчас Послушать немного музыки Не знаю Разбавить это молчание Разбавить Как-то это ожидание Чем-нибудь приятным Хорошая музыка Это всегда приятно Ну мы видим Какие-то проблемы У команды Элементспрок гейминг И такое ощущение Что действительно Здесь есть шанс Того что Не смогут они Доиграть Это противостояние Ну на самом деле Проигрывают уже Прям откровенно Проигрывают 19-9 по счету 11 тысяч преимущества По золоту По экспириенсу Там тоже в принципе Все очень классно Ну и Тот же самый Сларку Которого уже скоро Будет 13 12 тысяч Нетворс У которого есть Аегис В принципе Сейчас может Просто-напросто Прорассказывать Абсолютно всем Что же это За такой Занерфленный И слабый герой Что его не пикают И слабый герой И слабый герой И долго Команда Даже не знаю Если бы вылетел Если бы вылетел Какой-то саппорт В конце концов В пятой позиции Но Без тролля На которого все-таки Делается ставка В этой игре Весьма немаленькая Продолжать эту игру Будет сложно Отжимается Пауза Ну и Арк тут забирает Тролль варлорда Ну Не решает Не решает Пока что Элемент про гейминг Писать Good game well played Не хотят Отказываться От возможности Все-таки занять Первое место На этом турнире Ну Есть еще время Опять же Пока Тролль находится В таверне Переподключиться И продолжить Эту игру По-нормальному Ну Если за 30 секунд Не успеют То Не успеют Что ж поделаешь И готовится Здесь все-таки Какой-то выход Какой-то смог Все-таки От команды Элемент про гейминг Так Сларка Вот поймал Поймал вайпера И вайпера получается Забирать И дальше уже Вообще никакого смысла Драться С командой Элемент про гейминг Не имеется Сларк уже будет Начинать сейчас Их ловить Все-таки Не ловит меча Но меч Получается Сейчас карапас Пеймав его на карапас Сейчас елку Ну и все-таки Даблкил для сларка Сларк превосходит Уже богов И Такое ощущение Что не стоит Уже дальше Просто-напросто Эту игру продолжать Ёл За 3000 умирает По-моему Тут уже гг Да Элемент про гейминг Прописывают Good game well played Поздравляем команду Дота 2 Champions League 13 сезона Они становятся Чемпионами Ну и Коллектив Элемент про гейминг Тоже занимает Второе место И получает тоже Достаточно Внушительные деньги За Своё участие И Победу Во многих матчах На этом турнире Ну а Я с вами уже прощаюсь Для вас комментировал Люми Сит Студия Рухаб Всем удачи И До новых встреч На каналах Рухаба